каю ребята с вами фибоначчи мы продолжаем прохождение 4 части темных картин который называется демон во мне и так ключ я добыл а теперь где у нас там был была дверь на балкон заходы открывай хватит уже тут так высоко мой организм думает иначе даже второго этажа боится я думал балкон на улицу чего ты так паришься мисс я всегда шикарно ты отлично выглядишь это хорошее или плохое романтика может удастся с ней снова замутить на что это у нас курс из меня кольцо вещи принадлежащие жертвам гага холмса чикаго 1896 год это кольцо то мы помним кейт зацени его шляпа я гага холмса взять можно что это какая-то аниматроника да и пиздец стрёмная это просто кукла но ты испугалась а ты два раза эй чарли уже 8 пора на ужин черт мы протупили время еще есть пошли а то чарли нас задолбает что мы опаздываем я даже все не осмотрел эй не хами чарли он первый на меня наехал хотя я просто делала свою работу это я стою перед камерой а не он да брось ты жестоко по нему прошлась ты конечно была права но он от этого только больше расходится это его проблемы марк не мои устали от ваших ссор всем уже надоели ваши постоянные ссоры мне самой они уже надоели он просто завидует завидую да ему не нравится что меня зовут на ток-шоу это был один раз короче люди видят по телевизору меня и хотят поговорить а он злится как ребенок а его тексты хрен произнесешь на бумаге еще ничего но это так не работает я предлагаю варианты а он мне рот затыкает просто ты просто он думает что ты работаешь на резюме а что тут такого террессер такие чарли уверен что мы его рабы вечно придирается ну-ка чё там это отношение майка марка к остальным кейт насколько повысил ну ко всем в принципе хорошо относится выше среднего да вот хуже всего сэрин страстность романтика незрелость откровенность еще заботу и терпимость можно открыть ему ирина марка ничего вообще нет с джейми то же самое но марк не стал на сторону кейт когда она жаловалась на чарли смысле там было либо безразличие пошла ты меня это не устраивает думаешь почему мы ругаемся ты знала что эрин неделями не платит этот козел сказал что учиться у него это уже награда вот же кусок говна он гоняет ее по городу и в химчистку и за продуктами как будто сам ничего не может да похрен так или иначе я сваливаю из лонит энтертеймонт знаешь я думал мы уйдем вдвоем команды марк ты другое дело для тебя это временная работа пока ты не станешь известным фотографом ты же не ждешь я знаю ненавижу эту документальную херню чарли не умеет строить кадр и я уж молчу про сюжеты так тоже уйди ну да да чарли бы мигом от нас избавился если бы ему это было выгодно он использует нас я этого не заслужила и ты мы все вот это представление бросай новости и становись актрисой меня прям пронило хоть оскара вручай ты не знаешь о чем мы говорили я слышал достаточно и предательство я узнаю особенно меня разочаровал ты марк чтобы ты не планировал на будущее сейчас вы работаете в лонит энтертеймонт и сотрудников лонит энтертеймонт ждет на ужин хозяин этого дома чарли извини в лонит ведь работают профессионалы так ведите себя соответственно класс рада теперь будущее есть только у тебя он ведет себя как ребенок и мы опускаемся на его уровень нормально он себя вроде ведет привет нам же можно выпить да пожалуйста а кто-нибудь видел дюмета может подождем наливай марк он что решил не приходить на ужин никто из вас его ничем не выбесил нет я кроме смотрителя тут никого не видела наверное он сам готовит ужин о мистер дюмет это прическа вам так идет мы открыли вино надеюсь вы не про нет да он точно не придет стоп почему это он прочитал все твои язвительные твиты я не что за хрень джейми он поднялся на паром и уплыл что когда как только мы разошлись так он свалил точно ерунда ты ошиблась я что слепая по-твоему зачем так делать это бред какой-то они очень торопились кстати ты права тут есть девочка я искала номер и видела их вдвоем и снова гениальный план чарльза лонита накрылся что дальше босс домой в плавь зачем звать нас сюда и на ужин а потом сбегать значит были причины мало ли что случилось может он заказал пиццу они возят только в порт принципе нам повезло как ну подумай мы здесь среди прекрасных декораций наш план по-прежнему в силе он не мог просто так уехать не надо зря волноваться народ меня одну этот отель пугает до усрачки и мистер дюмет пусть мне до глубины души противно в этом признаваться я начинаю думать что джейми права спасибо давайте потише зачем его здесь нет но это не объясняет почему нас кинул вернулся чтобы обеспечить алиби о чем ты ну чтобы когда наши тела найдут на другом берегу он мог все правдоподобно отрицать боже господи джейми перестань уже нагнетать это не смешно окей ладно только не жалуйтесь мне потом если вас всех убьют что на тебя нашло да и атак что так и не нашел сигареты вот и нет наоборот я нашел пачку особых невидимых сигарет вообще-то я курю прямо сейчас вот тогда понятно чего ты такой довольный так что теперь будем притворяться что едим какой у нас план чарли план в лучших традициях лонет интертеймент будем сидеть на жопе ровно пока не прижмет дедлайн и тогда мы быстренько чего-нибудь налепим и я спасу все озвучкой ну выпьем за топику которая больше не самый большой провал в жизни чарли я хочу предложить тост за вас вот знаю что вы надо мной смеетесь но таков крест патриарха нашей маленькой семье марк и джейми вы двое работаете за команду в десять человек и кейт несмотря на все ссоры ты сердце этого шоу ты нравишься людям и конечно за нашу новенькую эрин мы без тебя пропадем ты единственная кто помнит каждую мелочь спасибо всем вы молодцы будем будем за нас мазал то этот материал поднимет шоу на новый уровень ага если тупить не будем на у нас точно слышал если бы услышал говорил бы по-другому наверное не стоит обсуждать это сейчас ты сам начал что говоришь кейт ничего особенного просто идеи прокручиваю думаю лучше сделать чтобы фаны выглядели максимально жутко это просто только мне кажется странным что дюмэта еще нет да походу он не придет с чего хочешь начать чарльз ты главный спасибо думаю нам стоит начать вести бюля нам пока хватает света и символично что там все начинается в замке убийств с таким светом нам хватит и пары прожекторов можно создать эффект газовых ламп прекрасно а если дюмет придет если будет ругаться я ему тоже все выскажу он сам нас вынуждает ладно берите все и переносите вестибюль теперь пожалуйста давайте вести себя профессионально без ошибок чистенько если он придет не хочу чтобы мы были заняты хернёй или разборками разумно мы за так народ прекрасно рад это слышать я за минуту справлюсь класс супер да курс изменил мистер дюмет я полагаю не явился на обед ну это понятно чё уже пять из восьми событий он их воссоздает да только где он взял такие жачки и такую шкепку на острове блин эй народ это вы самое нормальное из всех неужели 1 помрет пойдем искать найдите источник звука используйте чтобы направить микрофон найти источник шума так но я хочу еще тут посмотреть может картинку найду про нее ни одного видения не было проверен ну было вместе она была где-то вместе с чарли так и направлять да я и так слышу что это дальше вот тут я не понял толку-то от этого так это уже было запись кто-то слушает вырыть яму поглубь и лучше залейте мой гроб бетоном закопать надежней чем к добавьте еще бетона сверху потому что смерть не помешает мне и дальше убивать казнь когда холмса это камера стоит а я его разве не смотрел вот мы ее смертью видели полтая рана только когда это будет это будет не сейчас главное этой картины тут раньше не было и вообще как будто коридор изменился ну пожалуйста успокойся да как я могу быть спокойной он уже куда-то сбежал он идиот я тебя прошу попытаться не помешать точно наши измерительные дочки будут так весело играть с жуткими аниматрониками среди книг про серийных убийств ты себя хоть слышишь неужели так трудно хоть иногда не изделить а подумать о чем-то хорошем о чем-то хорошем я такого уже не помню просто доверься мне ладно я ведь говорила что не хочу ехать но мы уже здесь это с бабкой да разговаривал кто-то погасил свет но вот только этого не хватало кого-то убивает слишком много шума а сниму эту фигню вообще темно будет по ходу мне сейчас надо будет как-то предотвратить ее убийство чтобы ее не убили для этого и видение показали тут непонятно это за стенами ооо свет эту песню я всегда пою Панике и страху волю не даю Правильно, правильно, бой Не та ли это самая комната, где Прирежут ее Да не говори Черт Вот кто погасил весь свет Пробки Ну тут хоть фонарик Уже что-то И че они все по одному-то разбрелись Она тоже должна выжить Кто тут? Мистер Дюмет? Сообщение для персонала Из-за зимы время работы бассейна изменилось Новое время работы ежедневно с 10 до 17 В четверг работает допоздна По просьбе гостей и руководства Эта дама выглядит на 10 лет моложе Но как? Спа Колумб Баня, маникюр Спа, салон Уход за лицом И многое другое Европейский секрет здоровья Теперь на озере Мичиган Перингс Секьюрити Корпорейшн Имя Нед Йок Телефон Дата выставления счета 14.05.2019 0451 Заказ Количество 1 Установка цифрового замка Общие затраты на рабочую силу Разрешение на предоставление аварийного обслуживания Я подтверждаю, что у меня есть полномочия На заказ компонентов системы безопасности Перечисленных выше И что поставщик освобождается от любых претензий Возникших в результате установки Или использования этого оборудования Подпись Нед Йок Кринькайте, давай выходи отсюда Открыто? Ничего себе Мистер и миссис Марк Эдвардс Третий восточный маяк Озеро 3 августа 2011 года Уважаемый Марк и Дженнифер Мы внесли изменения В завещание Согласно вашему распоряжению Документ дополнен Условием, что в случае вашей смерти Единственным владельцем всего вашего имущества Станет Мистер Ричард Белкнап Белкнап То ли предыдущий владелец Мы рекомендуем передать копию данного письма Нахоронения вашему законному представителю Помните, что все документы По завещанию и страхованию жизни Можно посмотреть в вашем личном онлайн кабинете Подпись Джессики Максвелл Старший администратор У кого-то все отжали Закрыто, что ли? Недоступно Блин, ну в потемках ходить вообще такой себе Присветься-то было стремно Класс В жуткой подсобке Жуткого отеля на жутком острове Снимаю документалку про маньяка Одна и без своего шокера Да Тут она сейчас, наверное Запомни, Джейми Надо думать головой Ты сама виновата Найдет манекен, скорее всего, тут Который мы видели в ролике Надеюсь, ты доволен, чувак Убийственная ставка Онлайн-аукцион Памятных вещей серийных убийц Адрес доставки Указан на почтовой упаковке Номер 1741 17-й год, сентябрь Кредитная карта Количество Шляпа Гага Холмса, которую мы нашли наверху Шляпа принадлежащая Гага Холмсу И запечатленная на известных фотографиях 24 тысячи баксов Имя пользователя ННН 1896 1896 1896 1896 1896 1896 1896 И тушевое имя пользователя А, это Как это? Это год, когда убийства были, да? 0 1 178 Вен Какой-то, да? Включить электричество, найдите код Да, тут кодыш Ой, электричество нет Компания Купер Дженерал Контракторс Уважаемый, так, опять 17-й год, 25 марта Уважаемый мистер Кларк Мистер Белкнап попросил провести дополнительную реновацию СПА-центр отеля В данный момент мы обсуждаем официальный контракт И хотели попросить остальных членов бригады подготовить смету Мистер Белкнап готов предоставить подробный перечень необходимых работ Сразу после получения сметы Мы соберем дополнительную бригаду, чтобы на какое-то время Облегчить работу вам и вашим коллегам В промежуточный период продолжайте придерживаться условий Оговоренных в соглашении о неразглашении Прошу считать этот период продлением предыдущего контракта С уважением, Келли Шрёдер Ее мы уже видели Администратор проекта Но не ее видели, а про нее читали Оценка затрат Джесси Планы и спецификации Лора Электрика Подготовка участка Фрэнк Стоимость проектирования Моника Получение разрешений Логистика Экология Райан Земляные работы Снос зданий Не знаю, какая-то бесполезная вся информация пока что А меня обычно это В таких играх путает Я уделяю слишком много внимания Бесполезной информации Еще одна Опять Билл Кнап Купер Дженерал Контракторс Снова 4 января 2017 год Уважаемый мистер Бэкнам После обсуждения реконструкции отеля Для превращения его в туристическую достопримечательность Мы изучили ваш проект И выполнили оценку затрат на строительные работы Выкладываю список работ А также примерную стоимость проекта Мы готовы начать работы во вторник 17 января И завершить их примерно через 10 недель Пятницу, 24 марта Пожалуйста, свяжитесь со мной Если вы готовы приступать С уважением Келли Шрёд Келли Шрёд Ну что они везде тут разбросаны Эти документы И тут открыто Так, подождите Тут-тут Отсюда же я пришёл А кто дверь-то закрыл? Не, погодите А здесь тогда что? Я пришёл вот отсюда А там было закрыто Это верно То есть как бы пароль На что это намекает? На то, что пароль может быть тут А вот это я не видел Добро пожаловать в 21 век Торжественное открытое 17 ноября 2017 года Ну его ж так и не произошло По идее Может пароль 2017 Четыре цифры И там всё что угодно может быть 0451 тоже может быть Ну сначала на цвет включить Так, ну пойдёмте в эту стрёмную комнату Запись очередная Нет, не работает Нет, не работает Это какая-то вся пустая комната Вообще ничего нету Ещё дверь Чё там сцена какая-то Здесь вообще место не похоже на то Где включается свет Где вот чё-то С дыркой Пробки Пробки, пробки Я куда? В фойе снова вышел Ту-80 уже Что эти цифры значат? О Этого не было Кейт Кейт творчески подошла к сценарию Замок убийств Вестибюль День Медленно идём по вестибюлю Демонстрируя атмосферу Может сделаем оборот на 360 градусов? Показываем ключевые экспонаты Детали наплывом Завершая серию у стойки регистрации В кадре появляется рука И звонит в колокольчик Такое вступление полная хрень Одна критика И никаких дальних Дельных предложений Камера поднимается Чтоб показать Кейт Кейт Так, нормально? В камеру Всемирная выставка Отличается от других отелей Здесь Здешние коридоры Залиты кровью А просто не пропитаны Слезами матерей Плата за проживание Жизнь Владелец был лжецом Мошенником И пожалуй Самым опасным убийцей В истории Америки Можно наложить изображение На эти слова Звуки криков И плача Кейт отворачивается От стойки И выходит из кадра Новый кадр Камера медленно Движется назад Показывая Кейт Идущую по вестибюлю Кейт Продолжает Как вы уже знаете Безумию ГГ Холмса Был положен Конец В здании суда В Филадельфии Где преступнику Был вынесен Тот же приговор Что он выносил Своим жертвам Смерть В 1895 году Его отель Более известный Как замок убийств Был разрушен В результате Предполагаемого Поджога А в 1938 году Обгоревший каркас Был снесен И заключительная глава Кровавой истории Холмса Канула в вечно Во всяком случае Так всем казалось Наши зрители знают Что значит Кануть в вечность Ммм А наша команда Знает Что значит Кануть в вечность Кейт останавливается Камера продолжает Двигаться назад Показывая зал Вокруг нее Кейт продолжает Место определим позже Может показаться Что я перенеслась В тот страшный 1893 год Но я уверяю Я сейчас В полной безопасности В Иллинойсе Где команде Талантливых дизайнеров Удалось создать Самое необычное Место для отдыха Здание которое Воспроизводит Печально известный Отель Где выдающийся Предприниматель И эксперт По Генри Холмсу Грантем Дюмет Кейт продолжает Легко представить Отчаянные крики Несчастных гостей Попавших в ловушку И обреченных Стать следующими Жертвами Холмса Впрочем Довольно предисловий Давайте вернемся В прошлое Возможно У нас получится Разгадать Несколько мрачных Тайн Которые еще Раскрывает Это место Воспользуемся Уникальной Возможностью Кейт выходит Из кадра Крики Может Эрин С этим поможет Не уверен Что хочу в суд Если у нее Начнется приступ Астмы Понятно Значит она тут была Где мне свет Тогда включать Я уходил Куда Она жива Где-то тут Вырубила Ну вот эта дверь Была закрыта Всегда А так я сюда И ходил Да Да Тут мы все Смотрели Так Вот я еще раз Хочу посмотреть Эту Фотку Открывай Чтобы понять Мистер Гектор Мюндей Да Гектор Мюндей Получается 10 августа 1992 года Спасибо Что выбрали Сумеречную прерию Плюс Инди У нас комфортно Может он и в натуре Маньяком стал Так Ну свет То надо было Включать Где-то там Сзади Да Явно не здесь Пробки Понять Как врубить Свет В бар Не пускают А второй этаж Че Почему цифра Изменилась Потому что он уже Двоих Пререзал Кто-нибудь Здесь кто-нибудь есть Подождите Тут че Ни одной двери Нету Это что Монета Вернее Еще пять Монет Сейчас закрыто Будет Правильно Ну да Все Больше двери Тут нету Значит Тут ловить Ничего Ну да Че-то я там Где-то пропустил Или код Просто угадать Код Как его угадать Без света Вот тут вообще Пусто Прям ничего нету Не врубится Не врубится Ну вот Где-то Кто-то уже Там стучать Начинает Это тоже Не работает Не работает Здесь Нифига Нету Так Ну вот Где-то Тут Должно Что-то быть Не читаемо Двери все закрыты Там уже выход Вестибюль Так Ну давайте Смотреть Я все читал Не надо Так Давайте Смотреть 2017 Тей год 2017 Если написать 2017 И 0451 Начало 0451 О Работал Наконец-то Хоть что-то Из нашего века Ты че ж так орешь Ты Я ж Испугался Мальца Так Ты опять Свою хрень Будешь доставать Мультиметр Так Норм Норм Юху Добудет Свет Вернитесь Вестибюль Только как Не развернуться Не разворачивается А тут Татьма Внимание Внимание Это Штормовое Предупреждение Для Области Великих Озер Сильный Ветер И ливень Ожидаются В десяти Часам Вечером Повторяем Это Штормовое Предупреждение Для Области Великих Озер Сильный Ветер Заткнись А там Ты чё Замычала Я слышу Чё-то Мычит Там Чё тут Ещё Появилось Тут Тут Ничего А там Там Вот Красная Кнопка Была Как раз Такие Красная Кнопка Заткни-ка Это Какого Хрена Вот Такого Хрена Их Походу Не заткнёшь Вообще Хрена Ай Подла Да не говори Погоди Куда пошла Там же ещё Чё-то Можно было Посмотреть Сама Сама всё Сама всё Сделает Просил? Лаккерец? Да. Они тут на вес золота. О, хорошо. Так вот, про место. Хоумс построил отель. Примерно в миле от павильонов. И назвал его Всемирная выставка. Он купил рекламу в газетах рядом с новостями об экспозиции. Простаки со всей страны думали, что отель официальный. Супруги Кэтл садятся на поезд где-нибудь в Небраске. Едут три дня, останавливаются здесь немного передохнуть, приходят в номер... И вдруг... Сюрприз. Из трубы под кроватью идёт газ и травит их. А может, они падают в люк. Или вдруг разделяются и один наблюдает, как другому перерезают горло. Вот суть правильного места. Цели в избытке. И я выбрал те самые дома рядом с аэропортом. Весь этот район был запланирован под снос. Но все эти милые риэлторши, видимо, были не в курсе. Я звоню, как подрядчик. Говорю, что покупаю. Договариваюсь о встрече. И смотрите, намного миль никого кроме нас. Поначалу я ждал, пока рядом пролетит самолёт и заглушит их крики. Но постепенно до меня дошло. Пусть кричат сколько угодно. Никто ничего не услышит. Это я и запомнил. Их крики. Можете сколько угодно изучать мои мотивы. Можете рассматривать под микроскопом любые улики. Это бесполезно. Вам не понять, Мюны. Вы никогда по-настоящему не узнаете, каково это смотреть, как угасает жизнь. Знаете, а голос очень похож на голос Чарли. И по возрасту Чарли, в принципе, примерно где-то подходит. Сколько он? Под 60, наверное. Тут ещё что-то можно было взглянуть. Вот здесь. Уже нельзя. Вот. Что такое? Ничего сделать нельзя. Просто смотреть. Пошёл ты! Ладно. Гов от седа. Что дверь закрыта опять? Нет, открыта. Как дела, Джейми? Электричество барахлило, но теперь... полный порядок. Выглядит круто. Как газовые лампы. Жаль, нет фольги. Можно было бы сделать эффект мерцания. И так хорошо. Я кое-что подправлю, когда Кейт придёт. Но это займёт пару минут. Где остальные? Честно говоря, я надеюсь, что все они скоро будут здесь. Я почти всё. Позову их через минуту. Это всё. Это всё. Всё. Осталось. Ничего.